здравствуйте не слышно порядке отлично значит имеет ли смысл какое-то время подождать пока ребята соединятся я думаю можно начинать начнем да в крайний случай кто-то кто-то подсоединится хорошо значит давайте начинать значит сегодняшняя тема это вписанные углы то есть это некоторое наверное я бы даже сказал наверно основная тема то есть посмотреть какой процент там задач на олимпиадах использовать вписанные углы по диаметре да наверное заведомо больше половины за может две трети три четверти вот то есть это очень важная тема давайте начнем с базовой теории который ну скорее всего должны должны знать иначе как то есть какие мы базовые вещи знаем про вписанные четырехугольники давайте нарисуем вписанный четырехугольник какие ребята вы знаете утверждение про вписанный четырехугольник на то что вписанный четырехугольник да это четырехугольник у которого вершины лежат на одной окружности что мы про него знаю видно да демонстрацию сумма углов 360 юли пишет это в любом четырехугольнике сумма четырех углов 360 градусов да то есть это не интересно а дасу ведь путы путы путаются ребята то есть нет важно не слышно видно я рисую в диагибре видно отлично вот смотрите да то есть важное утверждение что сумма противоположных углов это есть 180 градусов давайте я это изображу то есть если это уголок альфа то это будет угол соответственно 180 минус альфа про сумму сейчас давайте я сделаю некоторые комментарии по поводу этого этого факта да то есть во первых это критерий то есть критерий это означает что в обе стороны верно утверждение да то есть если вписанный четырехугольник то у него сумма противоположных углов 180 и наоборот если у нас есть какой-то четырехугольник у которого сумма углов противоположных 180 тогда он вписанный значит полезно на эту картинку на это утверждение смотрите еще как бы с другой стороны то что смотрите если мы продлим сторону за точку c до например тогда чему будет равен вот такой вот смежный угол чему он будет равен будет просто равен альфа да правильно то есть 180 минус альфа а это альфа то есть он просто будет равен углу а да то есть можно переформулировать этот критерий вписанности четырехугольника то что любой угол четырехугольника равен смежному к противоположному вот и также второе замечание будет будет полезно то что если рассмотреть сумму двух других углов противоположных то можно можно чуть-чуть по-другому сформулировать да то что во вписанном четырехугольнике суммы противоположных углов одинаковые тогда они автоматом будут равны по 180 понятно ребят поскольку сумма всех углов 360 значит то что сумма двух 180 это равносильно тому что сумма противоположных одинаковые и это как раз утверждение переформулировка она ассоциируется с другим очень похожим утверждением про описанный четырехугольник вот как раз здесь видимо мир перепутал есть такое понятие чего как описано четырехугольник что есть такое описано четырехугольник вписанной если у него вершины лежат на одной окружности а описанный это что такое там тоже есть окружность и что там в описанном до окружность косая это окружность к то есть все стороны касаются какой-то одной фиксированной окружности то есть в окружность можно вписать в четырехугольник четырехугольник получается описано около окружности и там действительно сумма противоположных сторон будут равны это отдельная это тоже это тоже критерий но это критерий опис описанного четырехугольника здесь будет верно что сумма сторон а и c будет равна сумме сторон b и d и наоборот если сумма противоположных сторон равны тогда существует такая окружность вписанная это тоже хар красивое полезное утверждение но сегодня речь будет идти именно вписано в четырехугольниках вот значит давайте вот это запомним до утверждение базовое и какое второе утверждение верно да как раз где всплывает термин вписанные углы как звучит теорема вписанных углах как звучит термин вписанных углах нет что-то юля не то пишет это конечно верно утверждение на юль написал но как звучит теорема вписанных углах то что а вписанных углах до двух вписанных углах вот видите я что такое вписанный угол кстати между прочим с этим понятием тоже у ребят бывают трудности то есть вписанный угол он вписанного окружность это означает что вершина угла лежит на самой окружности вот видите например угол давать обозначим а б это будет . c это будет . да то есть угол а бд видите вписанного окружность потому что вершина угла б лежит на окружности ну а точки а и д на сторонах этого угла и на окружность одновременно да то есть правильно сформулировали то что два угла опирающихся на одну и ту же дугу равны совершенно правильно сформулировали да ребят 20 то есть что значит опираются на одну и ту же дугу я могу нарисовать вот какую-нибудь дугу и тогда угол а бд опирается на нее так как бы смотрят на нее и одновременно вписанного угла cd тоже опирается на нее и как раз теорема гласит то что эти два угла одинаковые которые смотрят на одну ту опираются на одну и ту же дугу кстати между прочим контрольный вопрос а кто-нибудь помню как доказывается это полезное утверждение из него кучу всего можно выводить просто вкратце напишите там одной фразы как доказывается через теорема центральном угле совершенно правильно так говорите то есть надо рассмотреть центральный угол и по теореме о центральном угле центральный угол центрально это значит не путайте до центральный угол это вершина угла в центре окружности находится а вписанные на окружности вот и потерями центральном угле вот этот центральный угол он в два раза больше чем вписанный вот тогда значит это центральный угол два раза больше угла альфа и вот этого угла до c значит это тоже обязан быть один тот же центральный угол да хорошо этом обсудили значит ну тут много множество всего можно выводить там из этого утверждения давайте наверное приступим ну кстати как как пример тоже скажу буквально какие-то замечания сделаю то что во первых это утверждение тоже верно в обратную сторону да то есть если у вас есть картинка на которой нарисована как бы такая бабочка с равными углами тогда вы автоматически что можете заключить что вы автоматически можете заключить до что вершины этой бабочки сам пересекающегося такого четырехугольника до ломали такой они лежат на одной окружности и второе правильно они кстати подметила совершенно верно то что еще второе замечание то что здесь можно обнаружить подобные треугольники из них еще вы вывести час ой секунду видно да картинка ребят продолжается демонстрация честно секунду разрешить видно все прекрасно прекрасно так отлично тогда сейчас одну секунду до ночи остановился а да я остановился на том на подобных треугольниках то есть на этой картинке можно еще подобные треугольники отметить да то есть если взять точку пересечения вот этих вот хорд от c и bd давайте нарисуем такую бабочку там получается подобные треугольники да потому что равны вертикальные углы ну и треть угла треугольников тоже будут одинаковые из подобия можно всяческие соотношения вывести эту проблему о произведении секущих то что например можно вывести что что оба умножить на лада равняется отца умножить на о кстати интересно такой соц опрос знали вы это утверждение то что c умножить на а на этой картинке равняется оба умножить на оде знали такое утверждение тогда ребята если если вдруг не знали попробуйте самостоятельно продумать доказать но это сразу на самом деле одноходовка из подок из подобия вот хорошо хорошо я думаю что мы с вами теорию обсудили что еще что еще может быть важным ну она еще на еще давайте вот такую вещь кстати тоже скажу тоже полезное утверждение но достаточно простое в этом тоже походу понадобится то что во-первых правильно до замечание такое уже кто-то и не помню кто точно говорил когда спрашивал про теорема в писанных углах то что если у вас есть нарисован какой-то отрезок то где находится геометрическое место точек таких что данный отрезок виден под углом 90 градусов то есть таких что вот такой вот угол есть 90 как устроен такой гнт на окружности правильного говорите а точнее на какой окружности можно взяли до диаметром то есть окружность построена на данном отрезке как на диаметре до совершенно верно это первое замечание которое хотел сказать но еще есть одно замечание тоже нам может быть сегодня понадобится то что если у вас есть нам тоже очевидно да то что если у вас есть два одинаковых вписанных угла по величине а то есть какой-нибудь один вот вписанный угол и какой-то 2 вписанный угол и вы знаете что они равны по величине тогда что можно сказать хорошего про во-первых про дуги на которые они опираются что дуги дуги равны да и как следствие кроме дуг еще будут равны хорды которые стягивают эти дуги да то есть вот эти хорды они тоже будут одинаковые ну и здесь на самом деле картинки можно вывести еще что на самом деле на этой картинке давайте тоже контрольный вопрос вам задам а что тогда еще хорошего можно сказать про вот такой четырехугольник но вписано это и так понятно это очевидно да точнее то что это равнобокая трапеция правильно написала мир потому что по какой причине как кстати пояснить то что то что равнобокая это на самом деле мы уже объяснили потому что вот эти хорды равные да то есть равные дуги стягиваются равными хордами то что равнобокая понятно а почему трапеция кстати как быстро пояснить про ну да то есть можно правильно то есть как быстрее всего наверное провести диагональ до в этой потенциальной трапеции пока мы не знаем что это трапеция и заметить то что на равной дуги опираются равные вписанные углы подаваться вот такой уголок который смотрит на дугу на данную дугу будет равен такому углу до который смотрит на вторую такую же одинаковую дугу назначат это углы будут получается накрест лежащие да то есть отсюда вытекает параллельность противоположных сторон четырехугольника то есть это будет действительно трапеция вот вроде все все понятно хорошо я предлагаю значит теории контент теории всячески контрольные вопросы мы обсудили давайте уже наконец порешаем и может быть у вас какие то есть вопросы а есть кстати знаете давайте еще может последний задам вопрос хотя формально формально сегодня на эту задачу может быть и с успеем можно решить какую задачу еще один важный вопрос показать практика показывает то что многие школьники почему ты не знают это теорема хотя это реально полезная вещь осмотрите про что хотел сказать про хотя вроде в школьной программе есть то есть утверждение не знают то что смотрите какое утверждение хотел вам напомнить что если провести касательную к окружности и провести хорду у которой один конец это есть точка касания а второй ну какая-то произвольная точка на окружность и далее рассмотреть угол как раз между касательной то ты в точке и хордой такой угол это угол между касательной хордой есть соответствующая теорема который ровно так и называется теорема об угле между касательной хордой который он говорит о том что ну ян сформулировал в терминах половина дуги это правда а можно иначе сформулировать в терминах вписанного угла потому что величина вписанного угла это как раз половина градусной дуги да на которую он смотрит на который опирается я хотел чуть по-другому сформулировать то что вот это вот выделенный красный угол красная душка на угол между касательной хордой равен вписанному углу который опирается на вот эту хорду Ну, на самом деле, на дугу, которая лежит как раз внутри угла между касательной хордой. Вот у меня просто контрольный вопрос. Вы знали это утверждение или нет? Мне интересно. Можете плюсики-минусики поставить. То есть, это на самом деле тоже база по факту. То есть, это нужно знать. Но практика показывает, что некоторые не знают. Хорошо, ребят, тогда на этом, наверное, с теорией все. Давайте решать, собственно, задачки. Так, что, как это... Давайте сейчас вот это вот я закрою. Давайте заново начнем с вот такой задачки. Возможно, кстати, кто-то из вас знает про задачу. Давайте объясню, что здесь происходит. То есть, у нас дан треугольник А, Б, С. На сторонах взяли точки Х, У. И внутри взяли... Ну, сейчас я поясню. То есть, точнее, не совсем так. То есть, внутри взяли точку О треугольника. На стороне взяли точку Х. На стороне С взяли точку Х. Провели окружность через точки А, Х и О. Вот видите, вот эта жирненькая, черная. Она пересекает сторону А, Б, в точке У. Вот я отметил ее. Дальше провели окружность через точки Б, У и О. Вторую жирненькую, черную окружность. Которая пересекла А, Б, С в точке З. Ну, и тогда вы, наверное, можете догадаться, что на этой картинке, собственно, нужно доказать. Что нужно доказать? Догадались? Да, то, что точки Х, О, З и С, они лежат на одной окружности. Это, кстати, задача Микеля. То есть, это был такой... То есть, у Микеля, на самом деле, есть целая серия задач про всевозможные конфигурации закружностей и прямых. И вот это, пожалуй, самое простое. Это самая простая. У нас будет чуть позже еще одна. Может быть, я так же сформулирую вам, но без доказательств, сформулирую еще одну интересную. Ну, давайте докажем. То есть, нам нужно доказать на этой картинке, что точки Х, О, З и С лежат на одной окружности. Что первое хочется сделать? Углы. Ну, то есть, первое, наверное, вам настолько очевидно, что даже это вы решили не написать, то, что хочется соединить точку О с точками Y, X и Z, чтобы у нас получились как раз вписанные четырехугольники, чтобы можно было оперировать со вписанными четырехугольниками. То есть, и дальше Ян говорит, углы расписаются. Ну, да, все правильно. То есть, давайте будем отмечать равные углы на этой картинке. Вот, например, у меня есть четырехугольник А, Y, O, X. Я в этом четырехугольнике могу рассмотреть угол А, X, O. Давайте я буду красным цветом его отмечать. Вот угол А, X, O. Какому углу тогда... То есть, какой тогда можно на этой картинке отметить равный угол? Углу А, X, O. B, Y, O. Правильно говорит Ян. И, кстати, помните, я говорил про замечание. То есть, если здесь вписан четырехугольник А, Y, O, X, то можно с одной стороны говорить, что сумма противоположных углов 180, а можно сразу говорить, что угол равен смежному к противоположному. Вот я это здесь так и поступил. То есть, угол А, X, O равен углу О, Y, B. Смежный к противоположному. Видно? Это мы получили из вписанности четырехугольника А, Y, O, X. Так, ребята? Все понятно пока? Вот, хорошо. Это понятно. А теперь, что можно по аналогии сделать, соответственно, для четырехугольника O, Y, B, Z? Что можно по аналогии тогда сделать? Он тоже вписан, и совершенно верно, да, потому что нам дано по условию, что это окружность. И тогда, что можем сказать-то, заключить из вписанности? О, Z, C равняется... Ну, да, 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 совершенно... Сейчас... Ну, можно рассмотреть угол О, Z, C, да, О, Z, C. И тогда опять он смежный к противоположному. То есть, он тоже будет равен одной дужке красной. Видно? В четырехугольнике O, Y, B, Z. Тоже O, Y, B, Z равен смежному к противоположному, то есть углу О, Z, C. Ну, и на самом деле все уже победа, да, потому что теперь мы смотрим на наш третий четырехугольник. И что про него говорим? Что у него сумма противоположного угла в 180, да, потому что если здесь альфа, здесь тоже альфа мы выбили, да. И тут получается это 180 минус альфа, ну, значит, так сказать, все прекрасно. Ну, да, то есть получается, что сумма противоположных углов будет 180, да, здесь. Ну, и все, все, то есть это доказано. То есть, видите, такая вертушка получилась из углов. На самом деле есть альтернативные способы, то есть можно было, можно смотреть было на вот такие пару противоположных углов. То есть тоже их расписывать для этого, для этого. Но мне кажется, так может быть даже чуть проще, как я показал. Есть какие-нибудь вопросы по задачке Миккеля? Это самая простая задача Миккеля. Вопросов нет, да? Отлично, отлично. Давайте тогда... Следующая задача. Следующая задача такова. У вас есть угол с вершиной О. И внутри него взяли некоторую точку П. После этого я опускаю перпендикуляры по Х и по У на сторону угла. Соединяю точку П с вершиной угла ОП, да? И опускаю перпендикуляр из точки О на Х, У. Вот, а тогда попробуйте догадаться, что тогда нужно на этой картинке сделать. Наверное, несложно догадаться. Что мы хотим доказать? Ну да, то есть мы хотим доказать, что вот эти углы равны, которые я даже отметил. Давайте я один угол... То есть пока мы не знаем, что они равны, да? Поэтому давайте я один угол тогда обозначу как бы одной дужкой, а второй угол обозначу двумя дужками. То есть я пока не знаю, что они равны. Моя задача доказать, что они равны. И дальше что делать нужно, ну, когда мы пытаемся доказать, что какие-то углы равны, полезно их перекидывать, то есть как-то перегруппировать, то есть находить на картинке равные данным, да? Ну вот давайте попробуем, какие есть мысли. Что здесь первое приходит в голову? Окружность нарисовать. Ну да, то есть O, X, Y, да, совершенно верно. То есть давайте я возьму и вокруг точек O, X, Y опишу окружность. Тогда геогебра, это, конечно, хорошая вещь, что здесь все видно. Значит, да, что нам видно? Нам видно, что точка P попала на эту окружность, да? То есть почему это так? Почему это так? Как это пояснить? Ну да, правильно, Маша пишет, что у нас, у нас же ведь известно, что вот эти углы по 90, да, были? Да-да-да, то есть вот эти углы по 90, ну а значит, собственно, тогда их сумма 180, два раза по 90, будет 180. Значит, значит, тогда четырехугольник O, X, P, Y будет вписанным, ну и все, значит, а точка P лежит на окружности. Хорошо, это правильный первый шаг. Что дальше? А что имеет в виду Ян под O, P? Ну, O, P это диаметр, это правда, да, то, что O, P это диаметр, это правда. Нам надо как-то равенство углов доказать, значит, нам нужно как-то какие-то равные углы поотмечать на картинке еще. Какие можно равные углы? Продлить OH, но давайте лучше, то есть, если есть возможность, лучше не усложнять. То есть, в некоторых случаях, в более сложных задачах, действительно, нам потребуется некоторое доп. построение. Здесь этого делать необязательно. Я понимаю, что дальше, наверное, Ян хочет пытаться доказывать, что там такая терапеция равнобедренная будет, да, как у нас уже сегодня была картинка. Но зачем? Эта задача более простая. Так, на самом деле, тоже, может быть, можно было как-то обыграть дальше эту задачу, какую-нибудь придумать более интересную формулировку, да, если продлить, там какая-нибудь терапеция будет, можно что-то придумать. Углы O, X, Y равняются O, P, Y. O, X, Y. Ну да, молодец, Аня. То есть, давайте отметим равные углы. Давайте отметим равные углы другим цветом, например, красным. O, X, Y, да, O, X, Y и O, P, Y. Они у нас опираются на одну и ту же дугу. Ну, а значит, по теореме вписанных углах они у нас равны, правильно? То есть, вот эти два красных угла, они одинаковые. И дальше тогда уже, что мы дальше говорим? То есть, это правда, что они равны, и дальше уже последний шаг остался, да? Да, значит, второй шаг, да, рассмотреть прямоугольные треугольники. Последний шаг, да, уже. То есть, вот у нас есть прямоугольный треугольник O, X, H. Мы можем тогда отметить вот эти равные красные уголки альфа, альфа. Тогда, если мы рассмотрим прямоугольный треугольник O, X, H, тогда вот этот вот угол будет равен, соответственно, 90 минус альфа, правильно? 90 минус альфа. Ну, и если мы рассмотрим прямоугольный треугольник O, Y, P, он тоже прямоугольный, да, мы тогда можем заключить, что вот этот вот угол будет равен, соответственно, 90, тоже 90 минус альфа. Ну и все, собственно. Тоже победа. Понятно, ребята, или нет? Понятно. Кстати, давайте такой небольшой контрольный вопрос по поводу вот этой картинки. Это маловероятно, но, наверняка, может быть, кто-то из вас знает. А знаете, как вот такие вот, если у вас есть какой-то угол, и мы рассматриваем два угла, которые симметричны относительно его бисектрисы. Знаете, как такие лучи называются? Когда вот эти два уголка равны. Кто-нибудь знает? Как они называются, Ян? Изогонали, молодец, да. Действительно так. И есть даже в треугольнике такая интересная вещь, как изогональное сопряжение. Но это уже комментарий со звездочкой. То есть на будущее вам. Хорошо. И второе, кстати, второе замечание по поводу этой картинки. Я еще люблю такое утверждение, связанное с этой задачей. То есть видите, здесь как бы равные углы. А еще здесь на этой картинке можно найти равные отрезки. Вот если из точки P дополнительно опустить перпендикуляр на XY, то на самом деле вот эти вот отрезки, проекции, вот этот вот XH и Y, как обозначим, ну не знаю, там, например, Z, да, точка проекции, точки P. На самом деле они будут иметь равные длины. То есть видите, некоторая тоже ассоциация. То есть равные углы и равные длины. Но сейчас мы не будем разбирать эту задачу, но вы можете вполне самостоятельно как-то себе записать и продумать этот вопрос. Хорошо, давайте тогда, если вопросов больше нет, давайте идти к следующей задачке. Следующая задача такова. Значит, давайте... То есть у нас есть окружность. Есть хорда АВ. Давайте я уточню, что это за точка М на дуге АВ. Это на самом деле середина. Давайте отметим, что дуга АМ равняется дуге МВ. Вот на этой картинке. А дальше я делаю следующую вещь. Я через вот эту середину дуги АВ провожу два произвольных, это совершенно произвольные лучи, ну или отрезки MY и MX. И пересекаю их с хордой в точках P и Q. Ну и как вы видите, надо доказать, что вот эти четыре точки, получившиеся, Y, P, Q, X, выстраиваются на одну окружность. Давайте это докажем. АХМ АХМ равняется BYM. Это полезное, да, замечание, то, что нам как-то надо использовать то, что равны дуги и смотреть углы вписанные, которые на них опираются. Но это вы скорее как бы с конца как-то начинаете рассуждать, Ян. А может быть, как бы начать наоборот сначала, то есть если мы хотим доказать, что четырехугольник вписанный, значит, что нам нужно проверить глобально? Что сумма противоположных 180, да. Или, по нашему замечанию, нам надо проверить, что угол четырехугольника, да, вот этого, равен смежному к противоположному. Ну, то есть, иначе говоря, одна душка равняется вот таким вот двум душкам, да. То есть, почему угол QXY равен углу QPM? Ну, давайте подумаем, почему же это так? Так, здесь как раз нам понадобится, да, вот то, что Ян отмечал, какие-то равные вписанные углы, потому что надо использовать точку M от середины дуги. Это правда. Что дальше хочется сделать? Ибо Y равняется M, мне не нравится то, что APQ равняется M, APQ равняется... Анна, M середина дуги по условию, значит, APQ равняется MQB. Сейчас, одну секунду, APQ... Стоп, APQ что-то не то написала, Юля. APQ вообще-то одна прямая. MQ... Не торопитесь, вот лучше. Лучше один раз написать правильно, чем несколько раз неправильно. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, как можно вычислить угол, которого две дужки, M, P, Q? Например, можно сказать, что это внешний угол к треугольнику M, P, B. И тогда расписать его как сумму двух, то есть потеряем о внешнем угле. Кстати, между прочим, некоторые школьники тоже почему-то ее не знают. Я не знаю, как так получается. То, что если у вас есть два внутренних угла, и третий угол внешний, смежный к третьему внутреннему углу, то он равен сумме двух внутренних. То есть если это альфа, это бета, тогда это будет альфа плюс бета в внешнем углу. То есть на левой картинке тогда получается, что угол вот этих две дужки, Q, P, M, можно выразить как угол... Давайте вот этот угол обозначим альфа, P, M, B, да? И угол P, B, M обозначим бета, да? Получается, что угол Q, P, M, это будет альфа плюс бета в теореме в внешнем угле. И что-то получается дальше. M, сейчас, M, A, Q, M, A, Q равняется M, B, Q. Это, конечно, правда, да, Юль пишет, потому что M от середины дуги. То есть у вас верно, что вот этот вот угол... Давайте соединим точку А с точкой M. То есть угол M, A, B, это тоже будет бета. Хорды у вас равны, да? То есть равные дуги стягиваются равными хордами. То есть получается, что угол M, A, B, это тоже будет бета. То есть вот этот угол тоже бета. Да, значит, дальше M, X, Y, M, X, Y. Ну, Ян хочет через то, что вписанный угол равен половине дуги, на которой она опирается. Это правда, можно. Ну да, то есть давайте так и сделаем, наверное. Да, то есть тогда смотрите, значит, давайте распишем градусную меру вот такой вот дуги, M, B. То есть по теореме о центральном угле, да, градусная мера дуги в два раза больше, чем величина вписанного угла, который на нее смотрит. Правильно? Потому что центральный угол, то есть градусная мера дуги, это и есть величина центрального угла, который опирается на данную дугу. То есть если вписанный угол бета, то получается, что градусная мера вот этой дуги M, B, это будет два бета, да. Градусная мера дуги. Два бета. Аналогично, значит, градусная мера дуги B, Y будет в два раза больше, чем вписанный угол Y, M, B, который на нее смотрит, на нее опирается. То есть это будет два альфа, градусная мера дуги B, Y. Ну а тогда осталось что посмотреть? Посмотреть на дугу M, Y на всю. То есть ее градусная мера будет два бета плюс два альфа, с одной стороны. А тогда вписанный угол, который на нее смотрит, вот этот вот, да, угол M, X, Y, он чему будет равен? Он будет равен половине градусной меры дуги, M, Y. То бишь чему? То бишь чему? Альф плюс бета, да, то есть альф плюс бета. Ну и все, собственно, так сказать. Сдача решена, да, да, то есть получается, что угол Q, Y, альф плюс бета, и угол Q, P, M, это альф плюс бета. Ну а значит, тогда сумма угла X и вот этого угла Q, P, Y будет 180. То есть четырехугольник вписанный, значит, эта окружность имеет место быть. Вот и все. Понятно, ребята, успели проследить? Нет вопросов, да? Тогда давайте к следующей задачке перейдем. Следующая задача, это вторая задача Миккеля. То есть это на самом деле тоже Миккель. Давайте, видите, здесь уже более сложная конструкция, чем первый. Что здесь происходит? Можно усмотреть четырехугольник ABCD, точки E и F, это точки пересечения его противоположных сторон. И дальше, наверное, можете заметить, что здесь у нас образуется. То есть нарисованы описанные окружности четырех треугольников. И тогда какое утверждение можно сформулировать? Что они на самом деле имеют общую точку М. Да, совершенно верно. То есть оказывается, что все эти четыре окружности имеют общую точку М. Ну, она так называется, потому что как раз Миккель. Вот, да, то есть надо доказать, что четыре окружности пересекаются в одной точке. Кстати, это же утверждение можно чуть-чуть по-другому сформулировать, да. Может быть, даже более запоминающийся, наглядный. То, что у вас на плоскости нарисованы вот эти четыре прямые. Они на картинке содержат стороны четырехугольника, да, четыре прямые. Такие, что среди этих прямых нет параллельных четырех прямых. И никакие три не пересекаются в одной точке. У таких прямых на самом деле есть специальное название. Это прямые, называются прямые общего положения. То есть прямые общего положения, если вы просто произвольно как-то наугад проводите, там, скажем, четыре прямые, как здесь, да, то, понятное дело, да, что вероятность, что с вероятностью сто процентов, да, близко, почти, почти, наверное, среди них нет параллельных, и никакие три не пересекаются в одной точке. Да? Никакие три прямые. Иначе говоря, это означает то, что любая тройка прямых образует треугольник. И вы просто у этих, то есть получается четверка прямых, сколько способов выбрать из четырех прямых три? У вас, если четыре прямых, сколько способов три выбрать? Ну, четыре способа, да, то есть выбрать три прямые, это тоже самое, одну прямую оставить, ну, вот, без внимания, невыбранной, да. Да, то есть четыре треугольника, получается, и вот мы вокруг них описываем окружности, и оказывается, что они пересекаются в одной точке. На самом деле здесь верно еще несколько утверждений про эти четыре треугольника любопытных. Но это уже отдельный разговор. Давайте попробуем решить эту задачу. То есть нам надо доказать, что четыре окружности пересекаются в одной точке. Вообще формулировка уже, скажем так, не совсем стандартная. То есть так редко встречается, что четыре каких-то объекта имеют общую точку. Есть идеи, как доказывать? Есть ли вот идеи, как доказывать? Ну, давайте я немножко подскажу, потому что это сумма... Нет, то, что мы будем использовать, это теорема вписанных четырехугольниках, это 100% и вписанные углы. Это 100%. Я имею в виду то, что здесь четыре объекта. Давайте такое очевидное соображение применим, то, что одну из окружностей пока спрячем. Одну из окружностей. Вот согласны ли вы, ребята, то, что если мы докажем, что три окружности имеют общую точку, вот эту M, которую я ставил пунктирную, тогда и четвертая по аналогичным соображениям, она тоже пройдет через эту же точку. Вот понятен ли такой момент, что можно вместо четверки рассматривать на самом деле три только? Ну, потому что точно так же, точно так же, абсолютно по аналогии, можно будет доказать не то, что окружности вот раз, два, и вот эта третья, последняя B и C имеют общую точку, а можно последнюю B и C из симметрии заменить на вот эту четвертую окружность. Те же самые рассуждения провести для вот этой тройки. И эта тройка тоже будет иметь общую точку. Ну, и понятно будет тогда, что это та же самая общая точка M. Этот момент понятен, ребят? То, что можно вот эту вместо четверки, на самом деле, рассматривать только три. То есть, нам достаточно доказать, что вот эти три окружности пересекаются, имеют общую точку, имеют общую точку M. Значит, как это технически осуществить? То есть, ну, как доказать, что три объекта пересекаются, имеют общую точку? Можно по-разному делать. То есть, ну, например, давайте пересечем, пересечем какие-нибудь две из трех окружностей, и докажем то, что третья проходит через нее, используя, ну, вот наши инструменты, которые у нас уже есть. То есть, там, вписаны теорема вписанных углах или вот эти критерии вписанности четырехугольника. Давайте будем это как-то использовать. Ну, вот какую пару будем рассматривать? Тут можно, на самом деле, как угодно действовать. Ну, давайте пересечем, давайте пересечем, не знаю, давайте пересечем вот это вот, сделаем жирной. Давайте эту сделаем жирной. Вот. И будем доказывать, что третья окружность, пунктирная, да, вот эта, что она проходит через точку М, или иначе говоря, нам надо доказать то, что вот эти четыре точки А, Б, Ф, и вот точка М, точку М мы определили как общую точку окружностей А, Е, Д и, соответственно, Б, Е, С, да, ну, общую точку, отличную там от Е, вторую точку пересечения. Почему вот эти четыре точки на одной окружности лежат? Понятно, да, ребят, что мы хотим доказать? То есть мы хотим доказать, что вот эти четыре красные точки на одной окружности. Давайте продумаем, как мы это сделаем. То есть, ну, надо как-то доказать, что четырехугольник вписанный, да, то есть у нас больше никаких других способов-то пока и нет. То есть вот давайте, давайте его нарисуем. А, Б, М, ТТФ будет. А, Б, М, Ф, и нужно, нужно какие-то, какие-то углы рассматривать, да. То есть, как будем доказывать, по какой схеме будем доказывать, что вот этот вот четырехугольник, А, Б, М, Ф, вписанный? Ну, что сумма углов 180? Ну, можно и так, можно и так. То есть тут на самом деле, как бы, какие углы будем рассматривать? Ну, вот давайте рассмотрим, например, угол, вот этот вот угол А. Сейчас, вот этот вот угол А. Давайте рассмотрим. И угол, Б, М, Ф. Да, Б, М, Ф. То есть, если мы докажем, что их сумма 180 противоположных, то задача будет решена, правильно? Ну, давайте подумаем, как это делать. Давайте подумаем, как это делать. Вот, смотрите. Как считать? Ну, угол, угол А, он более-менее нормальный. Ну, то есть, я имею в виду, что, вот видите, там он вписан, там, в какие-то окружности, то есть, снимок, как оперировать с ним, это более-менее непонятно. А вот давайте разберемся, как оперировать с углом Б, М, Ф. Потому что, но Б, М, Ф. Он пока ни в какую окружность не вписан, потому что нам неизвестно, что это пунктирная окружность есть. То есть, как считать угол Б, М, Ф? Один из вариантов, это его подразбить на два угла. То есть, давайте я возьму и подразобью его, вот я проведу М, С, короче говоря. Вот я провел М, С. И тогда я могу посчитать угол Б, М, Ф как что? Как сумма двух углов. То есть, давайте, давайте я как-нибудь обозначу. То есть, вот этот угол пускай будет... Сейчас. Давайте вот этот вот угол будет Альфа. Угол Б, М, С, Альфа. Б, М, С, Альфа. А угол С, М, Ф, давайте обозначим Б, С, М, Ф, Б, Т. Ну, а угол превышения А, давайте обозначим Гамма. То есть, нам надо как-то доказать, что сумма трех углов Альфа, Б, Т и Гамма это 180. Для этого нужно каким-то образом перебросить. Опять тут переброска углов. Давайте научимся где-то находить равные углы. То есть, вот этим трем. Вот куда можно перебросить угол Альфа? Давайте посмотрим. Куда можно перебросить угол Альфа? Б, Е, Д. Да, Аня правильно написала все. То есть, вот это на самом деле угол Б, ну или Б, лучше сказать, наверное, Б, Е, С, да? Что это будет Альфа. Потому что углы, соответственно, Б, Е, С, Б, Е, С и Б, М, С, они как раз вписаны в окружность, да? То есть, в окружность вокруг точек Б, Е, С. Видно, ребят? Поэтому вот это будет тоже Альфа уголок. Б, Е, С тоже Альфа. Правильно? А куда... Это понятно, да? А куда можно перекинуть угол Б? Давайте посмотрим. Куда можно перекинуть угол Б? В, С... Сейчас, на секунду. С... С, Б... Сейчас, а почему С, Б, М? Это не согласен с Юлей. Почему С, Б, М это Альфа? Бета точнее. Это неправда. Бета, еще раз, бета, это угол С, М, Ф. С, М, Ф мы обозначили за бету. Сейчас. С, М, Ф мы обозначили за бету. Наверное, сейчас, одну секунду. То есть, мы рассматривали... Сейчас. Просто на такой картинке тогда будет понятно... То есть, мы хотим... То есть, мы хотим... С, Б, С, Б, М. А, сейчас, С... С, Б, М... Равняется, С, Ф, М. Но это неправда, потому что у вас же неизвестно, что это треугольник равнобедренный. Смотрите, С, Б, М... С, Б, М... С, Б, М... Он равняется углу... С, Б, М. У вас, С, Ф, М опирается на дугу, Б, М... Еще, который пока нет. Нет, это, в общем, это неправда то, что мы сольюли. Они не опираются на дугу-то. У вас... На какую дугу опирается угол С, С, Б, М? С, Б, М опирается... Да. На дугу, С, М, а второй угол вообще не вписанный. Здесь, на самом деле, ребята, может быть, не очень удачно вам сказал ход действий, потому что мы сейчас докажем, что не вот эту пунктирную окружность, а мы на этой картинке сейчас можем доказать легко вот такую пунктирную окружность. Вот эту. Таким образом, который мы сейчас действовали, мы докажем вот эту пунктирную окружность. Давайте сначала тогда ее докажем, а дальше тогда мы докажем, и последнюю тоже автоматически будет следовать. На самом деле, это не беда. На самом деле, это не беда, потому что... Смотри, сейчас... То есть, мы говорим, что вот эта альфа... Это альфа... Давайте тогда, наверное, чуть-чуть по-другому будем действовать. Сейчас... Давайте подумаем еще раз. То есть, мы хотели... Ну, ладно, хорошо, то вернемся к нашей изначальной пункти... Ой... Вернемся к нашей изначальной пунктирной. И, может быть, просто чуть-чуть по-другому будем последовательность операции делать. То есть, доказать, что... Здесь беда... Может быть, будет менее удобно... Сейчас... Сейчас... В чем задача... Мы хотим доказать, что вот эти четыре точки красных лежат на пунктиренной окружности. Если точка М – это пересечение двух жирных черных окружностей. То есть предлагалось посчитать то, что угол БАФ плюс угол БМФ – это есть 180. Но есть некоторая проблема в том, что не очень понятно, как считать угол ЦМФ пока на этой картинке. Ну, потому что угол Альфа мы перекинули, используя вот эту окружность БЕС, да? Этот угол Альфа равный рассмотрели. Но мы пока никак не использовали вторую окружность. То есть мы пока не использовали окружность вокруг точек А, Е, Д. Вот как ее можно использовать? Давайте сообразим. Как ее можно использовать? seхнильтарм океан-м eat. Ну, я понял. сейчас может быть удобнее нам было бы рассмотреть то есть мы как рассуждали мы хотели доказать что вот три окружности пересекаются в одной точке да вот эти вот 3 то есть можно выбрать любую пару из них и доказать что 3 через не через них проходит может быть нам удобнее просто другую другую пару рассмотреть давайте лучше рассмотрим вот эти вот сделаем жирными так и так тоже можно довести на ведь так как сложнее а эту сделаем пунктирный правильно ребят то есть мы можем любую пару окружности рассматривать отмечать точку пересечения их и доказывать что треть через нее проходит 3 окружность можно просто другую пару рассмотреть давайте рассмотрим другую пару то есть вот эту окружность я посмотрел рассмотрел а б м ф да и окружность а д м е у меня есть хочу доказать что то есть вот эта пунктирная окружность давайте подумаем почему почему так чем различные между пунктирными нет смотрите пунктирное это то что мы хотим доказать то есть черной окружности нам даны а пунктирное мы хотим доказать что вот эти четыре точки на одной окружности сначала выбрали не очень удобную пару наверно для рассмотрения сейчас решили выбрать другую пару давайте поймем помогает ли это нам как-нибудь то есть у нас есть вот такая окружность есть вот такая окружность хотим доказать что имеет место вот такая окружность как будем доказывать давайте подумаем все углы равны расписать но давайте скажется какие именно ба ф ба ф равняется е е что-то не то ба ф не равняется е м ба ф равняется е м ба нет понимаете в чем проблема ян проблема в том что точки f м и е не лежат на одной прямой это неверно что вот эти вот углы равны и то есть вот эти точки f м и е не обязательно лежат на одной прямой понимаете поэтому это неверно на самом деле то что угол б м е равняется углу ф а б это неправда ну вот давайте посмотрим как здесь можно по-другому поступить м ф а м ф а м ф а этот вот угол будет равен соответственно углу е б м это правда это правда что это нам даст еще какие-то списанные углы нужно рассматривать равна е-ц-м е-ц-м это конечно хорошо да и что нам что нам даст рассмотрение угла е-ц-м е б м е б м равняется углу е-ц-м это нам нужно доказать это это к б если мы это докажем то мы решим то есть решим задачу но пока это непонятно наш нет пунктир на окружность у нас пока нету дальше ян пишет поэтому пока это не пока это нам не дано mdf m mdf 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 равняется а е м это правда это тоже правда это из этой списанности четырехугольника вот этого а е м д следовательно кем е б м равняется д они шутки то написано mbg извините mb то есть по сумме углов треугольника это правда да то есть по сумме углов треугольника можно тогда сказать что у нас будут равны вот эти третьи углы в треугольниках mb равняется dmf это правда это правда а что дальше приложений они они но и и и и и и и снова канал доказать что вот это вот эти четыре точки на одной окружности как-то сделать кстати можно вот эту вот гамму жирненькую гамму то есть как вообще так а то есть либо какие-то равные вписаны углы до в 3 в четырехугольники bmc найти либо найти какую-то сумму 180 гамма равна dm плюс едм dm нет смотрите просто может показаться это это про это правда да это правда что вы написали давайте вот как-то поймем какие равны углы рассмотреть сейчас Продолжение следует... 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 таких утверждений давайте посмотрим на следующую задачу это давайте я вот эту хочу задачу посмотреть смотрите какая задачка у вас есть треугольник abc с углом альфа равном 60 градусов вот дальше провели бисектрисы углов c и а и надо доказать наверное с картинки видно что вот эти получившиеся синие отрезки равны вот на самом деле немножко необычное утверждение потому что кажется что равенство вот этих синих от отрезков как ты симметрии дать соображение симметрия может быть только в равнобедренном треугольнике abc да если а b равно bc на самом деле совершенно не обязательно вот можно взять угол b равна 60 и тогда у вас всегда вот эти синие отрезки будут равны давайте такую задачу крышу почему и один равняется и c1 какие есть мысли вот правильно на самом деле артур говорится один вот эти вот четыре точки на самом деле лежат на одной окружности обязательно давайте я поясню почему это так вопрос значит смотрите ребят знаете ли вы такое утверждение то что если у вас есть треугольник с углом альфа то как посчитать угол между его бисектрисами то-то формула был неплохо знать было бы неплохо знать правильно я нам говорит да совершенно верно то что угол между бисектрисами обязательно равняется 90 плюс альфа пополам вот ну это это очень просто упражнение то есть можно просто равные углы обозначить за xx y y до этого бисектриса дальше и дальше расписать просто углов треугольника для большого треугольника для вот этого маленького треугольника исключить x и y из из уравнений и и связать вот эти два угла то есть это просто упражнение из которого следует то что в данном случае угол между бисектрисами какой будет получаться если альфа на 60 именно так 120 да вот эту формулу ребят запомните то это очень полезная вещь такая то есть это будет 120 градусов и отсюда действительно выходит то что противоположные углы у четырехугольника будут равны в сумме 180 до 60 и 120 правильно значит действительно это будет одна окружность это будет действительно одна окружность и теперь уже осталось совсем немножко почему тогда вот эти синие отрезки равны нет симметрии здесь как раз никакой нету какой есть последний шаг сделать боится 11 можно морда то есть ну когда ключевое утверждение ребят то что есть у нас даны две бисектрисы туда 3 бисектриса пройдет через точку ай да то есть 3 бисектриса треугольника именно так пересекается в одной точке да то есть вот это бы а это тоже будет бисектриса и тогда у вас углы вот эти будут одинаковые да но дальше уже можно как угодно можно просто сказать сразу то что равные вписанные углы тогда получается опираются на одинаковые дуги да то есть у вас вот эти дуги будут равны в окружности но значит тогда будут равны и хорды правильно замечать замечательно замечательно но давайте наверно последнюю на сегодня задачку надеюсь что мы успеем еще последнюю последнюю задачку я бы хотел вот такую вот вам предложить смотрите какая задачка то есть у вас есть треугольник abc в нем провели высоты до получился ортоцентр h точка пересечения высот ортоцентра называется что такое точки м и н м н это середина высот то есть н это середина высоты а а1 а м это середина всей высоты cc1 ну наверное из картинки видно что нужно доказать да то есть нам доказать что данные четыре точки n h м и основание третьей высоты до b1 выстраиваются на одну окружность тут вот мне нравится эта задача потому что во первых тут возникают ассоциация с такой известной теоремы о девяти точках окружности девяти точек точек знаете ребята или нет такую теорему про окружность девяти точек а давайте я вам сформулирую быстро то есть там формулировка формулировка следующая это иначе говоря это называется окружность эйлера то что вот вы берете треугольник берете в нем середина сторон это получается три точки до основания медиан берете окружность давайте я через них проведу окружность через середину сторон и оказывается что на это окружности и будут лежать еще основание высот сейчас давайте подвину то середина сторон треугольника основание высот это получается уже шесть точек до видите на одну окружность выстраиваться давайте я вот эти высоты проведу это шесть точек середина сторон основания высот и еще три точки получаются самому возьми возьмем ортоцентр и возьмем середина отрезков от вершины до ортоцентра видно ребят середина отрезков от вершины до ортоцентра получается всего девять точек середина сторон основания высот и середина отрезков соединяющих ортоцентр с вершинами вот оказывается что эти девять точек всегда выстраиваться на одну окружность всегда выстраиваются на одну окружность вот и эта окружность называется доказывать на час не будем называться окружность эйлера эйлера должны знать окружность эйлера а вот здесь нечто похожее только видите здесь середина не отрезка соединяющего орта центр с вершиной а середина всей высоты у нас четыре точки в чем в чем как бы здесь интерес данной задачи то что если вы будете пытаться если вы будете пытаться доказывать сейчас если вы будете пытаться доказывать как как вообще в какая вообще базовая идея то есть как пытаться доказать что четыре точки на 1 окружности то есть какие у нас есть инструменты это доказать сумма противоположность вписана четырехугольник сумма углов противоположных 180 но здесь проблема в том что если вы будете так делать на самом деле абсолютно непонятно как как эту штуку применять потому что как считать вот такой вот угол там да например если вы хотите доказать что сумма углов 180 противоположных вообще совершенно не ясно или например сумму этих углов тоже непонятно как считается также совершенно не ясно как пытаться применять рема вписанных углах потому что там не знаю если вы каким-нибудь там вот этот вот угол и вот это будь приравнивать совершенно тоже не ясно как это делать в общем одним словом лет теорема вписанных углах и критерии вписанности четырехугольника здесь как-то мало чего дает в комплексных числах конечно можно все что угодно посчитать но давайте все-таки будем заниматься скорее геометрии значит здесь интерес в том вот как раз интересный способ решения интересный способ решения заключается в том что нестандартный ход да то что давайте поймем что на этой потенциальной пунктирной окружности на самом деле на самом деле лежит еще одна хорошая точка потенциально нас четыре точки до пока есть мы хотим проверить но на самом деле на ней лежат пять хороших точек вот какая пятая точка напрашивается который на ней лежит ну я я понял что имеет ввиду ян ян имеет ввиду середина середина от сада в это имели ввиду на ребят да 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 давайте так и сделаем проведемся отметим середину отца видите и интерес в том что что на этой картинке доказать что пять точек лежат на 1 окружности в реальности проще чем доказать что 4 точки на 1 окружности лежат смотрите почему это так на самом деле это так потому что вот теперь когда я отметил пятую точку вот середина да давайте отмечить середина потенциально на этой картинке теперь мы уже можем обнаружить где будет потенциальный диаметр этой пунктирной окружности где будет потенциальный диаметр как . капуска будет середина ну да то есть вот этот вот к каждом то есть давайте я соединил отрезком то есть вот этот отрезок это будет потенциально диаметр окружности как теперь тогда какие тогда как мне тогда доказать то есть помните дело замечания да то что гмт точек из которых данный отрезок виден под углом 90 это одна окружность до построена надо на данном отрезке как на диаметре давайте это этим замечанием воспользуемся то есть смотрите нам уже известно что красный отрезок ашка где к это середина уже точно b1 дат уже точно . из точки b1 ведь прямой угол получается тот угол hb1 к уже 90 значит тогда если мы докажем что еще другие углы по 90 то будто победа правильно вот давайте давайте поймем почему например угол к н аж 90 почему середин артур мы этого не знаем мы этого не знаем что середина цели жить на окружности но мы этим мы мы это реально сейчас докажем мы докажем больше мы докажем что 5 . на одной окружности лежат то есть для этого тогда я рассматриваю вот этот отрезок ашка где к это середина а c да и и проверяю то что все точки вот эти n и b1 для них для всех отрезок ашка из них виден под углом 90 для точки b1 это по условию потому что это высота до основания высоты b1 а . n уже ребята написали до аня алексей то что это действительно это средняя линия потому что n это середина а а один по условию да а к это середина а c пус ну это мы так взяли построили специально до построения как раз было тогда получается действительно что н к это будет в точности средней линии да а средняя линия она получается параллельно основанию то есть параллельно 1 c значит н к параллельно c 1 а тогда если у вас здесь прямой уголок при точке 1 тогда у вас и при точке n прямой угол правильно параллельность на крест лежащий но дать углы точнее по 90 параллельно прямые ну и на самом деле все потому что точно так же абсолютно м к перпендикулярно c c 1 да потому что м к это соответственно средняя линия в треугольнике а c 1 c м это середина c c 1 до к это середина c тогда получается м к параллельно c 1 здесь тоже будет 90 градусов ну и все и собственно победа получается тогда что все эти точки лежат на окружности построены на отрезке каш как на диаметре видно ребят значит замечание замечание первое замечание ребят про то что в эту окружность девяти точек на самом деле можно если вдруг вы не знали что что она имеет место и и можно по-разному доказывать окружность девяти точку окружности лера но один из вариантов док доказать точно таким же способом то есть можно взять какой-нибудь отрезок вот этот тиджей например до серединку отрезка между вершиной и ортоцентром и середину страны и пытаться доказать что это диаметр потенциальный для всех остальных точек вот для одной точки основания высоты уже очевидно что из 90 градусов будет что это отрезок виден под углом 90 а дальше точно так же ну почти точно так же на самом деле чуть интереснее получается доказать что из всех остальных точек данный отрезок тоже под углом 90 виден то есть та же самая идея на самом деле по факту вот то есть вот такая вот красивая задача я кстати между прочим не знаю какой первоисточник у нее откуда вообще взялась появилась задача все это это окружность рейдера это интересно что за любопытная окружность ну хорошо ребят тогда наверное в к сожалению у нас вышло время я так бы вам еще рассказал скажите пожалуйста остались ли у вас какие-нибудь если у вас какие-нибудь вопросы хорошо тогда спасибо вам за внимание было приятно с вами заниматься надеюсь что было полезно все ребят тогда до свидания